Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 13 июня и сегодня в моем первом материале я продолжу цикл материала, посвященный потерям сторон в войне на Украине. Вчера мы с вами разобрали потери союзных сил, куда уходит вооруженные силы Российской Федерации, а также Народная милиция ЛНР и ДНР. Сегодня мы попытаемся разобраться с реальными потерями украинских вооруженных сил. Вы знаете, на самом деле именно украинские вооруженные силы больше всего скрывают свои потери. Причем скрывают они их от всех, от своего населения, от своих союзников. И не случайно, например, отставной генерал США Стивен Твитти недавно в своем блоге спросил, а куда рассосались 200 тысяч украинских солдат. Дело в том, что многие отставные военные США сегодня работают, помощь, так сказать, украинским, прошу прощения, вооруженным силам, являются инструкторами, то есть обучают украинских военных. И значительная часть помощи для ВСУ, в том числе снаряжением, питанием и так далее, идет из Соединенных Штатов Америки. Американцы имеют практически полный доступ к базам данных украинских военных, по крайней мере официальным базам данных. И вот у американского генерала возник вопрос, почему реальная численность тех вооруженных сил, которые видят его, ну, возможно, подчиненные, возможно, коллеги на Украине составляют примерно 500 тысяч человек, а по штатам числится 700 тысяч человек, на которых Киев требует помощь. И мы даже сейчас не будем разбираться в том, почему так произошло. Я думаю, все комплексно здесь сработало, и дезертиры, и потери, и просто приписанные на эти мертвые души, которыми, я так понимаю, балуются украинские прапорщики. Важно здесь другое, то, что действительно украинские власти скрывают потери от своих союзников. Причем разбежности в цифрах, а буквально недавно Зеленский ответил, ну и соответственно все его подпевали, попытались ему подпеть, что украинские вооруженные силы потеряли за все это время боев не более 10 там плюс-минус тысяч убитыми. Понятно, что в эту цифру не поверил никто, ни население, ни партнеры, ни тем более противники. Потому что российское командование буквально сразу же после объявления этих цифр опубликовало свои данные. По их данным украинские вооруженные силы на сегодняшний момент потеряли примерно убитыми и пропавшими без вести порядка 60 тысяч человек. Если сюда еще добавить пленных, то еще есть масса раненых, которые комиссовали по итогу ранений. И таким образом безвозвратные потери украинских вооруженных сил по данным российских источников составляют около 100 тысяч человек. Причем, как мы видим, эта цифра очень неплохо коррелируется с теми цифрами, которые озвучил американский отставной генерал. И очень сильно отличается от официальных. Почему? Ну, здесь ответ на самом деле прост. У Киева банально нет денег. За каждого убитого украинского солдата обещана выплата 1 раз в 15 миллионов гривен. Посчитайте, сколько миллиардов гривен должна выплатить Украина своим семьям погибших, если, например, даже будет выплачено за 50 либо 60 тысяч человек. Одна тысяча человек это 15 миллиардов гривен. 50 тысяч человек, соответственно, 750 миллиардов гривен. Это примерно половина украинского бюджета в мирное время. С учетом тех поступлений, которые есть в начале текущего 2022 года, по сути все деньги, которые собирают Украина, она должна будет выплатить погибшим солдатам за первые три с половиной месяца войны. Если признать официальные цифры. Именно по этой причине все чаще и чаще уже по сути постоянными стали претензии российских военных, которые говорят, мы пытаемся отдать Украине тела погибших, но украинская сторона их не забирает. И счет уже идет на десятки тысяч человек. Кстати, ко мне постоянно пишут люди из Украины, пытаются найти своих родных, близких. Я бы очень попросил Министерство обороны Российской Федерации, которое, я знаю, скрупулезно ведет учет убитых, опознанных и необознанных украинских военных. Все-таки вскрыть эти архивы. Эти архивы важны не только для жителей Украины, которые ищут своих попавших без вести солдат. А здесь тоже очень примечательный момент, чтобы скрыть реальные потери. Украинские власти приняли решение засекретить данные о своих солдатах на протяжении 90 дней, пока они участвуют в боевых действиях. То есть не может родственник потребовать у Министерства обороны Украины данные о своем родственнике. Он может быть уже давным-давно убит, пропал без вести, либо попал в плен, а о нем никто ничего не знает. И причина, по которой это все делается, я уже сказал. Потому что согласно тех правил, которые действуют в вооруженных силах Украины, если за всех убитых платить, то для того, чтобы рассчитаться с семьями погибших украинских солдат, не хватит никакого украинского бюджета. И это подчеркивает только начало войны. А с учетом того, что сегодня говорят официально киевской власти, что потери последние дни выросли в 2-3 раза, вследствие того, что техническое превосходство России стало всеподавляющим, понятно, что подавляющее большинство семей украинских военных, которые погибли, компенсации за это никогда не получат. Причем косвенными признаками того, что потери среди личного состава в ИСУС очень и очень большие, говорит недавнее признание одного из украинских генералов о том, что моральный дух войск крайне низкий вследствие высоких потерь. Многие украинские солдаты, которых сейчас отправляют на восток, едут туда по сути в один конец и они это прекрасно осознают. И это является лучшим подтверждением того факта, что 10 тысяч погибших украинских солдат – это все чушь. 10 тысяч – это те, кого похоронили в ИСУС. Тех, кого сегодня хоронят российские войска под Мариуполем, на других территориях ЛНР и ДНР. Все они в каждом опорном пункте, который сегодня берут под контроль российские войска, а таковых каждый день сегодня около 10 до 20 штук, обычно находят от 10 до 20 погибших украинских солдат. А еще огромное их количество рассеяно вне этих самых опорных пунктов. И таким образом, к официальным 100-200 солдатам, которые признают на сегодня потери убитыми Киев, нужно добавить еще минимум столько же, это те, которые погибли в опорниках, и примерно столько же, которых находят уже российские солдаты вне этих самых опорных пунктов, когда занимают те или иные территории. А это уже минимум 400-500 человек в день. Подчеркиваю, это только убитые. А еще есть покалеченные, которые никогда больше не вернутся в строй. А еще давайте не забывать единоразовые потери от ударов крылатых ракет. Например, под Николаем только во время одного удара погибло более 300 украинских военных. То же самое мы знаем было в районе Явровска полигона, правда здесь уже были наемники. То же самое было в Чернеевской области и во многих других областях, где крылатые ракеты точно поражали цель. Помните, в Харькове подобные прилеты были, в Днепетровской области, в Донецкой области, везде каждый раз, когда удачно пролетали крылатые ракеты «Калибр», украинские вооруженные силы не считались 30-50, когда 100 убитых своих солдат. И это потери не на линии фронта, которые тоже складываются в единую картину. А отсюда 50 тысяч человек, которые сегодня дают по убитым российские источники, я считаю незавышенное. И с учетом изложенного в предыдущем материале и сегодня, я в целом делаю вывод, что на сегодняшний момент относительные потери сторон друг друга составляют примерно 1 к 8 плюс-минус в пользу сил союзных государств. И дальше пропорция этих цифр скорее всего будет улучшаться в пользу этих самых союзных сил, потому что техническая вооруженность теми же беспилотниками очень стремительно растет в союзных сил. А еще на их стороне всеподавляющее артиллерийское превосходство, которое уже признали представители другой стороны, и которое сегодня, по их же собственным словам, является определяющим. Вот это примерно то, что я могу сказать по поводу потерь украинской стороны. А в третьей части мы разберем еще один важнейший момент потерь – это психологический момент. На самом деле, эта самая третья часть важна не менее двух предыдущих. На этом и по этой теме на пока все. До свидания, ставим запятую и до вечера.